Здравствуйте, дорогие ценители интересных и познавательных семейных приключений! Приглашаю вас продолжить ознакомление с путешествием в австрийские Альпы вместе с лерушкой-путешественницей. Но до Австрии нам надо еще добраться. Ближайший к долине Целлердаль аэропорт находится в сказочном, спрятавшемся за альпийскими вершинами городке Инсбрук. Но билеты на самолет туда дорогие, а совсем рядом находится прекрасный город Мюнхен. Он намного демократичнее в смысле билетов на самолет, да и во всех других смыслах тоже. Мы решили доехать до Австрии через этот город. Доехать отсюда до Целлердаль можно и на поезде, и на машине. Но, коли мы тут оказались, не упустим возможности прогуляться по старинной столице Баварии. Тем более, тут есть чем поинтересоваться и на что посмотреть. Кто вы такая? Как кто? Я талант! Самолеток! Изобретательница и путешественница! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Мюнхен – это большой промышленно-торговый центр, столица юридически отдельного государства Бавария, которое входит в состав Объединенной Германии. Когда-то это и в самом деле было отдельное государство, поэтому здесь вы увидите большое количество атрибутов столицы. Тут и огромное количество важнейших немецких музеев и величественные церкви. Кстати, католические, праздничные и богатые, а не скромные немецкие кирхи, как в основе своей в Германии. Ведь в Баварии в основном распространено католическое христианство. Также вы сможете полюбоваться на удивительную ратушу в стиле пламенеющей готики, на несколько дворцов, сможете посетить обычные и необычные музеи, например, музей охоты и рыболовства, и даже огромный зоопарк. Но интересен не только сам Мюнхен. В его пригородах кроется и один из самых больших в Европе аутлетов и бесподобный замок последнего таинственного баварского сказочного короля. Мюнхен также содержит множество объектов гордости всей Германии. К примеру, это родина известнейших в мире автомобилей БМВ, историю которых можно узнать в специализированном музее, и футбольного клуба «Бавария», предлагающих помериться с ними силами на грандиозном стадионе «Альянс-Арена», где также проводят туристические маршруты. Наконец, в Немецком музее истории достижения естественных наук и техники можно ознакомиться с 28 тысячами экспонатов, представляющих более 50 отраслей науки. Это самый крупный музей естествознания и техники в мире. Ну и для любителей изобразительного искусства в Мюнхене открыта одна из самых известных в мире картинных галерей – Старая Пинакотека. Ну а мы первым делом отправимся в музей, изучающий вымерших животных. Я обожаю палеонтологию, а в Мюнхене расположен достаточно крупный и интересный музей – Баварская государственная коллекция палеонтологии и геологии. Расположен этот музей в центре города, и само здание представляет архитектурный интерес. Тут когда-то была Баварская королевская профессиональная школа искусств. Палеонтологический музей бесплатный. Внутри вы найдете и слепки с четко сформированных окаменелостей – гигантского крокодила, ихтиозавра, и скелет моноклиуса из семейства цератопсид, анкилозавра и даже архиоптерикса – переходной стадии между динозавром и птицей. Безусловно, одной из главных ценностей, мимо которой в музее вы не пройдете, является птеродактиль. Он планирует в Атриуме музея, демонстрируя гигантский размах крыльев. В музее есть и более древние обитатели, еще до динозавровой эпохи. Но все-таки главным экспонатом является первобытный слон, вымерший более трех миллионов лет назад – гамфотерий. Это единственный в мире почти полный скелет этого существа. Вместо одной у него аж две пары бивней. Также в музее огромное количество древних обитателей моря – и моллюсков, и рыб. Если вас интересуют древние обитатели нашей планеты, очень советую вам посетить этот музей. Ну а для любителей современной живой природы посоветую немного выехать из центра Мюнхена. Я уже много раз в своих поездках упоминала, что очень люблю животный мир. Мы с вами уже были и в Ялтинском зоопарке, и в зоопарке в Красной Поляне. Теперь же посетим один из самых известных зоопарков Европы – Тиер-парк Хеллабрун. Так называется зоопарк. Основан в 1911 году и считает себя первым геозоопарком в мире. То есть животные здесь как бы не живут в клетках, а находятся в огромных вольерах, отгороженных от посетителей рвами и небольшими перилами. Живут они целыми стадами или стаями в комфортных для себя социальных условиях. К тому же собраны они по регионам, где они обитают в живой природе. То есть обитатели Амазонки собраны в единую группу. Африканские животные – по соседству друг с другом. А некоторые животные и птицы Европы, например, собраны в целый огромный авиарий – клетку для летающих существ, в которую вы можете зайти прямо к ним. По задумке получается, что гуляя по зоопарку, вы посещаете как бы отдельные природные заповедники. Зоопарк огромный и не только в связи с большим количеством животных, а еще и с размером вольеров и гигантских крытых зон. Есть тут огромные детские площадки, где не будет скучно и самым маленьким, и подросшим детишкам. Есть, конечно, и зона фермерских животных, которых можно потрогать и даже покормить. Не такая интересная и разнообразная, например, как зона в Балийском зоопарке, о котором я расскажу как-нибудь отдельно, но достаточно милая и большая. Мне кажется, тут больше животные развлекаются с детьми, чем наоборот. Очень интересная зона джунглей, где прямо рядом с вами летают тропические птички. Зоопарк вверен своим принципам уважения к животным и участвует в проекте размножения редких европейских животных в неволе, а также помогает различным заповедникам по всему миру. Есть, конечно, во всем этом и не очень приятная сторона. Посещать зоопарк нужно прежде всего с хорошим зрением. Учитывая размеры вольеров, вы иногда можете банально не разглядеть животных, которые даже не пытаются от вас спрятаться. Иногда они так далеко, что их тяжело даже сосчитать. Вторая проблема в том, что из-за больших расстояний вы тратите достаточно много времени на посещение этого места, а еще на территории очень мало туалетов. Может, проблема была связана с тем, что я посещала зоопарк зимой, и часть туалетов была закрыта из-за небольшого количества посетителей. Но это может обернуться достаточно серьезной сложностью, учитывая расстояние с зоопарки. С точки зрения перекуса тоже сложность. Конечно, то тут, то там в Мюнхене можно найти закусочные с сосисками. Но все-таки в зимнее время хотелось бы спрятаться где-то в теплом, уютном месте. Недалеко от зоопарка мы такое место нашли, но вот в самом зоопарке есть совершенно негде, так что голодными лучше туда не отправляться. Если мы уж решили поговорить о ресторанах, то в Баварии, по-моему, совершенно необходимо попробовать две вещи. Это невероятно вкусные брецели, такие соленые рогалики. По старой легенде, брецель был придуман одним булочником, которому баварский король поручил испечь булку, через которую три раза можно увидеть солнце. Брецель по сегодняшний день в Германии является эмблемой пекарей. Это очень вкусная выпечка, особенно если съесть ее вместе с утренними баварскими сосисками. Это традиционный немецкий завтрак, есть который после 12 уже неправильно. Сосиски нежные, свиные, белого цвета и непременно две штучки в порции. Конечно, в ресторанах вы встретите и более здоровую и традиционную еду, но я все-таки особенно люблю попробовать в разных странах национальную кухню, особенно если она такая простая и вкусная. Конечно, нельзя прогостить в чужом городе и не погулять по его центру, не посмотрев главные архитектурные достопримечательности. В Мюнхене для этого нужно пройти пешком от Карлсплатц, площади Карла, до Мариенплатц, площади Марии. От Карлсплатц вам нужно пройти через городские ворота Карлстор. Это одни из трех сохранившихся ворот укреплений старого города. Ворота эти были построены в раннее средневековье, защищая город от внешних рогов. От ворот Карла вам нужно двигаться по Нойхаузер-штрассе. Она вас приведет к красивейшим и известнейшим церквям Мюнхена. Церковь Архангела Михаила выходит фасадом прямо на улицу, по которой вы двигаетесь. В 16-17 веках в европейском христианстве происходила реформация. Часть церквей и целых стран стали отсоединяться от католической церкви в связи с ее жадностью и нечестностью и создавать новую веру – протестантство. Католическая церковь осознала необходимость изменений. Возглавил эти изменения хитрый, изворотливый, скрытный орден иезуитов, который начал создавать школы для обычных людей и под видом благих целей создавать новый образ католической церкви, заботящейся о людях. И вот эта самая церковь Архангела Михаила в Мюнхене являлась одним из главных центров сопротивлению реформации. Ее начали строить в 1583 году, но строительство прервалось падением одной из башен, так что храм был освящен только в 1597 году. У входа в церковь стоит бронзовая статуя Архангела Михаила, которая была создана еще в конце XVI века. В соборе похоронен один из генералов Наполеона, Эжен де Бугарне, и его жена Августа Амалия Баварская, а также сказочный король Людвиг II, о котором я рассказывала в отдельном ролике про его прекрасный волшебный замок, Нойшванштайн, недалеко от Баварии. Ни в коем случае не пропустите Фрауенкирхе. Это один из главных символов Мюнхена, крупнейший кафедральный собор и усыпальница самой длинной правящей династией баварских королей – Виттесбахов. Фрауенкирхе – это как бы народное название. Официально собор именуется Пресвятой Девой Марии. Фрауенкирхе находится немного в стороне от вашего пути к ратуше, на Фрауенплац. Это настоящий образчик строгой готики начала XVI века. Удивительно, но венчают башни не готические шпили, а медные шапки наподобие византийских церквей. В Мюнхене запрещено устроить здание выше собора Девы Марии, но из-за плотной застройки насладиться архитектурной задумкой не так просто. Приходится улавливать вид двух башен с круглыми шапками издалека. Собор интересен своими мрачными легендами. По одной из них, когда стало понятно, что средств для постройки собора недостаточно, архитектор пошел на крайние меры и пообещал отдать свою душу дьяволу, если он даст средства на постройку грандиозного собора. Единственное условие заключалось в том, что в соборе дьявол не должен увидеть окон. Когда собор был достроен, дьявол оказался внутри собора, не увидел окон, согласился, что он проиграл, и души архитектора ему не видать. Разозлился, топнул ногой и исчез. Он не забрал душу архитектора, но тот умер через год после завершения строительства. Действительно, в соборе можно найти отпечаток какой-то ноги, и каждый турист пытается примерить свою ногу к этому отпечатку. Главное, на самом деле в соборе легко расположиться так, что не будет видно ни одного окна. Другое дело, пару шагов в одну или другую сторону, и узкие витражи, спрятавшиеся за колонны, становятся видны. Так что тут дьявол, конечно, откровенно склупил. В месте, где Нойхаузерстрассе перетекает в Кауфингерстрассе, расположен музей охоты и рыбалки. Его легко различить по бронзовым фигуркам кабана и сама. Я убийства животных не поддерживаю, так что в музей не пошла. Осталось совсем немного до самой красивой и известной площади Мюнхена – Мариенплац. Известна она двумя главными объектами. В самый разгар сражения за правильность веры в ходе 30-летней войны между католическими и протестантскими странами король Баварии Максимилиан I распорядился вытащить статую Деву Марии из Фраункирхе и водрузить здесь на высоченный постамент. В честь нее и назвали площадь. Второй же объект – это знаменитая новая ратуша – шикарный опразчик неоготики. Построена она уже в конце 19-го – начале 20-го века. Огромный фасад украшен фигурами баварских герцогов, королей династии Витальцбахов, легендарных персонажей и святых. На центральной башне ратуши установлены часы-куранты, разыгрывающие 15-минутное представление сценки проведения рыцарского турнира ежедневно в 11 часов зимой и летом в 12 и 17 часов. Через центральную арку можно попасть во внутренний двор новой ратуши. Тут построена красивая винтовая лестница, и даже можно познакомиться с неотъемлемой частью готических зданий – горгулий, охраняющих строение и его посетителей от злых духов. Видимо, поэтому горгулии всегда такие страшные. Кстати, старая ратуша находится тоже недалеко. По сравнению с новой, это незаметное белое здание с высокой башней в самом конце Мариенплац. Недалеко расположена последняя церковь, которую мы посетим – церковь Святого Петра. Горожане называют ее Старина Петр. И не зря – это самый старый храм в городе и с самыми любимыми горожанами. Главное украшение храма – алтарь начала 18 века. Недалеко от Старой Ратуши находится статуя Джульетты, главного героя трагедии Шекспира – Ромео и Джульетта. Эта девушка, погубившая себя ради искренней любви, считается идеалом женственной жертвенности. Действие трагедии разворачивается в Вероне, и там до сих пор есть домик Джульетты. Верона является городом-попротивом Мюнхена, поэтому и преподнесла подарками копию статуи из двора этого домика Джульетты. Говорят, если потереть то место, которое скрывает сердце девушки, будешь счастлив в любви. Перемещаться в метро в Мюнхене вам вряд ли придется много, однако стоит помнить, что это не дешевое и не самое простое удовольствие. В автоматах для получения билетика есть управление на русском языке, но заранее обязательно нужно посмотреть, в какую зону метро вы хотите попасть, так как проезд в разные зоны оплачивается по разным тарифам. Кроме перемещения по городу, я очень советую потратить один или два дня на пригороды Мюнхена. Безусловно, главный объект Баварии, привлекающий туристов больше, чем сам Мюнхен, это замок сказочного короля Баварии Людвига II – Нойшванштайн. Я рассказываю и о замке, и о его владельцах в отдельном выпуске серии путешествий по Баварии и Австрии. Обязательно посмотрите этот выпуск, но и заодно, заехав в Нойшванштайн, посетите прекрасный маленький городок Фюссен, в котором есть и свой замок, и непередаваемая атмосфера маленьких европейских городков. Для настоящих модниц очень рекомендую посетить один из самых известных в Европе аутлетов – Ингольштадт. Он тоже находится недалеко от Мюнхена, и тут тоже можно провести целый день. Не сказать, что в этом аутлете очень низкие цены, видимо, он для этого слишком известен, но выбор действительно огромен. Надеюсь, путешествие по столице Баварии пришлось вам по вкусу. Жду ваших оценок и комментариев, которые вы можете оставить прямо под видео. Еще раз напоминаю, что этот ролик выходит в серии рассказов про поездку в долину Цельнарталь на одни из самых прекрасных горнолыжных курортов в Мея. Поэтому, если вы хотите спланировать туда путешествие, советую посмотреть специальный плейлист с выпусками из этой серии. Всем до новых встреч на канале Лерушка-Путешественница. Редактор субтитров А.Семкин